Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли Сегодня наш кофе может под Элвиса избежать. Неудержимая энергия Пресли, ничего не поделаешь. Особенно он близок нам в новогодние праздники. Нет, мы танцевали совсем по другую музыку, но двигались, как учил Элвис. Кто-то притупывает ногой, кто-то прищелкивает пальцами, кто-то покачивается туда-сюда. А я делаю все это сразу, говорил король рок-н-ролла. Его танцы завораживали, тело улавливало малейшие колебания ритма. В движениях была беспечность, но и глубокий смысл. Такие танцы считались чересчур сексуальными. Он вышел за общепринятые рамки приличия. Началась Элвиса Мани. Что-то вроде массовой истерии. Это ваше дрыганье, эти подергивания являются невольной реакцией на эту истерею? Невольной? Да. Нет, я отдаю себе отчет в том, что делаю. Королем Элвиса еще до многомиллионной толпы называла мама Глэдис. Твердила с детства, ты король мой мальчик. Но помни, лучший друг короля мама, все остальные не понимают твоей гениальности или просто тебя недостойны. У Элвиса был брат-близнец, он умер при рождении. И Глэдис перенесла на Элвиса двойное внимание, заботу и любовь. Она жила для него, а он для нее. Она говорила, брат слышит твои песни. Элвис был привязан к матери. Глэдис умерла в 42 года. После ее похорон Элвис бросил фразу «Я проживу столько же». И да, он умер в 42. Просто пустила жизнь под откос. Не радовали и красавица жена, пресцила и дочь. Король поправился, злоупотреблял лекарствами, вел нездоровый образ жизни. Подробнее об этом сегодня вечером во второй части документального фильма «Элвис Пресли. Искатель». А сейчас сделаем музыку громче, 85 лет, со дня рождения Элвиса.